Всем привет! Сегодня 17 февраля 2016 года. Продолжаю делать ульи. Вот я закончил вчера собирать дони. Только каркас собрал. Оставил три детали, чтобы показать вам. Собираю пока не вырезаны фальцы для корпусов. Сейчас буду это делать. Сегодня буду их нести к станкам и вырезать посадку для корпуса. Делаю это вот здесь. Сделал шуруповерт, подсоединил к аккумулятору. Здесь поставил пенопласт, чтобы провод контакта, чтобы здесь не слезали провода, чтобы не дергались. Шурубы я использую на 45. Это сзади, спереди по одному на 55. Сразу просверливаю детали. Спереди не будет. Вот передняя часть. Здесь просверлено на 2,5 см. Сверлом дрели. Сверлил. 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 На пружину ставил дрель. В трубку. Сверлил. Сверлил. На проволоку и нажимал. И положил дрель. Сверлил. Сверлил. Дерель отскакивала назад. И с задней планки Сейчас я покажу Тоже сделаны отверстия вот такие Сделал вот такой шаблон Сейчас покажу Вот без отверстий Снизу Примерно посередине Сверху ближе к краю Но не высоко Потому что еще будет вырезаться Четверть Сверху ближе к краю Дальше Собираем Берем эту деталь На столе закрутил упор Стол упирается в стену Этими зеркалами Переворачиваю Дальше Переворачиваю Дно Вверх Наверное Чтобы И Сзади Закручиваю Широгу на 45 Примерно Сверху Примерно Примерно Режем Когда детали ровные, все пропилы ровные, соблюдены на 90 градусов, тогда не нужен никакой угольника, никакой диагонали. Спереди берем шуруп на 55 и загоняем его. Вот оно, готовый этот раз, снимаем только здесь потом вместе. Почему я снимаю вместе, потому что когда играться в каждую детальку, то на этой детали нужно снять и так, четверть и так. На этой детали нужно снять и так и так. Много работы, станок много будет работать, расходно чуть-чуть. Так, я беру сразу цель, снял, 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 то есть это четверть снимается вместе с этой, все сразу. И здесь уже две тоже сразу, очень быстро станочек работает на этом, можно на фрезере, кому как удобно, но много реечек остается, это тоже хорошо. Реечки на 9мм, 9х9 довольно таки неплохие. Дальше. Реечки на 10 мм, 10мм. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Идем дальше... Делать... Снимать четвертинки... Следующая наша операция... Это... Мы будем выбирать... Будем выбирать четвертинки... Для того, чтобы корпус мог сесть... Это дно... Выбираю 11 на 11... То есть... Сразу продажу... Раз... И тут же два... И... Выборка завершена... С этой детали... С задней... Выбираю... Для того, чтобы речки оставались... Намного быстрее получается... Чем на фрезерном... Ручном... Или... Даже на фрезерном... Станке большом... Намного быстрее... Ну... Естественно... Не так... Чисто... Значит... Сейчас я Вам покажу... Как я это делаю... Значит... Начинаю с этой... Детали... Потом... Боковые... И потом спереди... Уже остаются... Ручки... 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...